И так, будем ли возвращать спортивные объекты в областную собственность? Об этом прямо сейчас. Здравствуйте! Здравствуйте! В прошлый раз мы вас спрашивали, уважаемые телезрители, нужно ли передать бассейн «Водник» и «Дворец спорта» в областную собственность для бесплатных тренировок наших спортсменов? И вот какие результаты мы получили на сайте «Двинаинфорум». Да, нужно передать о экономе деньги областного бюджета 68%, нет, этого делать не нужно, 24% и затруднились ответить 8%. Таким образом, большинство наших жителей за то, чтобы объекты, которые принадлежат профсоюзам, были возвращены в областную собственность. Поэтому на ближайшую сессию областного собрания мы выйдем с обращением к Федеральной Федерации профсоюзов с тем, чтобы они приняли одно из двух решений. Либо снизили стоимость аренды до адекватной, либо все-таки передали собственность в областную. Ну и будем надеяться на Владислава Третьяка, который обещал поднять этот вопрос на Совете при Президенте. На прошлой неделе в субботу состоялось одно знаковое для Архангельской области мероприятие. Состоялся митинг, в котором мы требовали запретить деятельность организации «Свидетели Иеговы» на территории Архангельской области. По итогам митинга, в котором приняло участие порядка 200 человек, была принята резолюция. В резолюции митинга было отмечено следующее. Запретить в судебном порядке деятельность организаций, относящихся к религиозному объединению «Свидетели Иеговы» на территории Архангельской и Архангельской области. Резолюция с приложением направлена губернатору Архангельской области Игорю Анатольевичу Орлову, прокурору Архангельской области Насеткину. Очень радует, что на этот митинг пришло такое большое число людей. Это неравнодушные люди, которые в свой выходной день нашли в себе силы и желание прийти на этот митинг и высказать свою позицию гражданскую. И все-таки дать понять организации «Свидетели Иеговы», что такое систематическое нарушение законодательства Российской Федерации, которое они себе позволяют, на территории Архангельской области, недопустимо. Мне кажется, надо рассказать немножко нашим телезрителям вообще о причинах проведения этого митинга. Дело в том, что организация «Свидетели Иеговы» уже неоднократно нарушала требования законодательства Российской Федерации, в частности, говорящие о запрете на распространение информации, которая носит экстремистский характер. Они это делали регулярно, систематически, и мы говорим о том, что, несмотря на то, что у них изъято такое количество большой литературы, они, тем не менее, продолжают ее доставлять в Архангельскую область и продолжают ходить с ней, распространять ее, в том числе и даже среди несовершеннолетних граждан. Причем есть судебные решения на территории Архангельской области, где судебными решениями эта литература призвана экстремистской. Удивляет в этом событии то, что совершенно недавно Соединенные Штаты Америки продлили санкции против Российской Федерации, но с завидным упорством продолжают финансировать подобные организации и выделять им деньги на распространение экстремистской литературы. Как-то возвращаясь из города Северодвинска в Архангельск, в начале, на выезде из города Северодвинска я попал в ДТП. То есть на меня лично попал, а впереди была авария. И это ДТП, в связи с тем, что отбойники стоят по одной стороне дороги и по другой, вызвало огромную пробку. Для ликвидации этой пробки ушло практически три часа. После этого я написал обращение в Министерство внутренних дел Архангельской области с просьбой прокомментировать данную ситуацию. Нужны ли отбойники на этой трассе, которые приводят к таким огромным пробкам и, по моему мнению, ведут к большому количеству ДТП. И вот что ответила нам ГАИ. В 2014 году на данном участке дороги зарегистрировано 11 ДТП, столкновение 4, опрокидывание 4, наезд на пешехода 2 и иной вид 1, в которых погибли 2 и травмированы 14 человек. В 2015 году на данном участке дороги зарегистрировано уже 20 ДТП, столкновение 12, опрокидывание 2, наезд на пешехода 2, наезд на стоящее транспортное средство 2, наезд на препятствия 1, съезд дороги 1, в которых погибли 2 и травмированы 29 человек. Ну и основными причинами совершения дорожно-транспортных происшествий на автодороге является, конечно, выезд на встречную полосу. А в связи с тем, что с двух сторон установлены отбойники, получается, что движущимся средством транспортным, попавшим в аварию на встречной полосе, просто получается некуда деться. И получается, что после того, как были установлены эти отбойники, количество ДТП увеличилось практически в 2 раза, количество жертв также выросло. Вопрос возникает, нужны ли нам эти отбойники на нашей автодороге. После того, как я опубликовал фотографии из этой аварии в своем фейсбуке, получил очень большое количество комментариев и предложений, в том числе о демонтаже этих ограждений. И поэтому мы приняли решение организовать сбор подписей. И, уважаемые телезрители, с этого дня мы объявляем сбор подписей под обращением к губернатору Архангельской области Орлову, а также в федеральную автоинспекцию, для того, чтобы эти отбойники были демонтированы. Всю информацию о сборе подписей вы можете найти на сайте команда29.ру. Там расположены как самообращение его текст, так и форма для сбора подписей. Все эти подписи вы можете собрать и принести нам либо в областное собрание площадь Ленина 1 в Архангельске, либо в городе Северодвинске в приемную на Победы 58. Помимо того, что у нас есть проблема с отбойниками на федеральных дорогах, безусловно, у нас множество проблем с дорогами в городе. Но при этом большинство из них можно решить без огромных вложений и затрат денежных средств. В частности, например, удивительный остается тот факт, что у нас огромные пробки в городе, которые, в общем-то, не связаны с состоянием дорог, а связаны просто с тем, что недостаточное количество полос и развязок. Ну, меня, например, беспокоит дорога, которая ведет из Архангельска в сторону Варавиной фактории. Каждое утро огромные пробки там возникают, это люди добираются на работу в город, и каждый вечер такие же пробки, и люди стоят, когда возвращаются с работы. Сама живу в этом районе, ежедневно на работу добираюсь сквозь эти пробки, которые порой, если тебе нужно приехать, например, к 8.30 утра, просто можно простоять в пробке более полутора часов. То есть люди, получается, с Варавиной фактории, чтобы добраться в город, выезжают примерно так же, как люди выезжают из Северодвинска. А мне кажется, что иногда даже и раньше, что в Северодвинск добраться из Архангельска с утра проще, чем добраться с Варавиной фактории до центра города Архангельска. И то же самое происходит в вечернее время из Архангельска в сторону Варавиной фактории. Ну и таким образом переходим к нашему опросу. Уважаемые телезрители, сегодняшний наш опрос посвящен следующей теме. Как можно решить проблему с пробкой, которая образуется с Фаравиной факторией в центр города Архангельска? И такие варианты ответа. Сделать реверсивное движение на участке с Галушиным в центр города. Сделать еще одну полосу, чтобы их стало две в каждую сторону. Сделать выезд на объездную дорогу с улицы Галушина. Или ваш вариант ответа. Ответы мы ждем в наших социальных сетях Facebook и ВКонтакте Александра Дятлов и Екатерина Поздеева. На экранах телевизоров вы видите адрес нашей электронной почты. А также на этот опрос вы можете ответить на сайте Двинаинформ. Нам очень важно знать ваше мнение. До свидания и всего вам доброго. До свидания.